Всем привет! Я Катя и спустя долгий перерыв мы с вами отправляемся в Магнит Косметик. Посмотрим все новинки, все акции, все интересности. Надеюсь, будет интересно. Если до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, мне будет очень приятно. Ну а мы погнали! Новая коллекция Beauty Bomb, хотя может быть не такая уж и новая, но для меня это новинка. Есть здесь тестер Кушона. Вот так он выглядит в оригинальном формате, а внутри здесь довольно темный оттенок, но выглядит симпатично. Также в коллекцию входит база для макияжа. Очень занятная вещица, это жидкий румяна, в таком вот формате они идут, но тестера на них я, к сожалению, не вижу. Зато есть тестер на жидкий контуринг, вот такой тестер. А вообще сам контуринг, он вот в таком красивом формате, идет в такой упаковке, и вот вы можете увидеть, что это действительно жидкий контуринг. Вот так это все интересно смотрится. Еще в коллекции есть хайлайтер, к сожалению, нет тестера. Есть маска для лица, есть просто невероятный блеск для губ, это реально блеск для губ в таком вот оформлении. Мне кажется, это просто что-то с чем-то. И также есть дезодорант даже, Сатурн, между прочим. Что касаемо ценников, то как всегда в магните здесь все напутано, непонятненько, поэтому в целом покажу все ценники, чтобы вы понимали среднюю стоимость продуктов. Еще коллекцию пополнила невероятно красивая тушь, оформление бомбы совершенно, не знаю, что там внутри, какая щеточка, но выглядит очень красиво. Есть накладные ресницы с зелеными вкраплениями ресничек. Также еще нашла глиттер, голубоватый глиттер в таком геле, ну интересно. Что касаемо помад, есть здесь бальзам для губ, вот так он выглядит в оригинале, и в тестере это 0.1 оттенок. Тестеру, конечно, здесь не очень хорошо, прям пострадал он, а помада на самом деле похожа больше на кремовую, чем на бальзам, прям насыщенный оттенок. Давайте посмотрим еще такую разновидность помады, и я взяла уже 0.3 оттенок. А, это вот эта самая нашумевшая помада с напылением, но напыление быстро сходит, и внутри вот такая вот, опять-таки, кремовая помада. Мне кажется, с предыдущим бальзамом они прям будто бы одно и то же. И за тестером еще один оттенок, 0.1 тестеру, опять-таки, плохо, но цвет зато очень красивый, нюдовый, носибельный. Матовые жидкие помады, они идут уже с блесками, и мне кажется, будет эффект металлика. Но давайте что-нибудь более интересное посвочим, потому что это нюд, мне очень, наверное, интересно. А вот это вот меня заинтересовало. Это просто бомбический оттенок, настолько он плотный, яркий, металлический. И реально просто невероятно, очень красивый оттенок. Ну и, конечно же, куда без пламперов. Ну, пламперы больше похожи, я думаю, на обычный блеск для губ, поэтому даже не особо интересно. А вот то, что интересно, это вот формат вот такого вот глиттера жидкого. Выглядит прям впечатляюще. Ну и в целом пройдемся по основной коллекции, постоянной и предыдущим коллекциям Beauty Bomb. Здесь есть от Beauty Bomb такой тин для губ из предыдущей коллекции. Также есть еще один из Дерант Луна, тоже новая коллекция. Здесь тоже все вперемешку. Ну, палетки теней, понятно, уже классика. И я здесь увидела еще кое-что интересное и новое для меня. Это вот такой блеск для губ. Juicy Gloss он называется, и здесь в колпачке стразы. Это реальные стразы смотрятся невероятно круто, очень красиво и привлекает внимание. Также из предыдущей коллекции я нашла здесь тин для губ, который будто бы и не отсюда вовсе. И есть румяшки. Тоже, мне кажется, запуск уже не совсем новый, но выглядит это прям максимально по-летнему. Так прикольно, прям насыщенно. Переходим к L'Oréal Paris. Меня очень радует, что наконец-то стенд L'Oréal Paris начал как-то заполняться. Здесь появляются даже новинки, такие как, например, бальзамы для губ с цветом, которые стоят 549 рублей по полной цене. Но выглядит это люксово. В принципе, мне, вот для меня L'Oréal это что-то около люкса, потому что у них всегда классное оформление, классные продукты, особенно туши. Обожаю туши L'Oréal. Мне кажется, они одни из лучших. По скидке пудра 749 рублей. Можно даже что-то выбрать. Это, насколько помню, такая довольно плотная пудра, плотная текстура. Seven Days. Новинок я пока не вижу, но зато очень много красивых ценников. А красивые они, потому что желтые. Скидки есть практически на все. И на карандаши, и на туши, и на палетки, на средства для губ. Тут и относительно новые линейки по скидкам. Тоже очень даже приятно. Есть даже подводка штамп, которая стоит всего-то 339 рублей. Очень хорошая цена для такого продукта. И, конечно, Funky Monkey. Тоже такая относительная новинка. Я абсолютно ничем не пользовалась из этой косметики. И, на мой взгляд, здесь цена не совсем соответствует, может быть, направленности этой косметики. Может быть, я ошибаюсь, нужно что-то попробовать. Кстати, кто пробовал косметику Funky Monkey, обязательно напишите, как она вам зашла или нет. Очень интересно послушать какие-то отзывы. Ну, а мы переходим к недавно прошедшему Новому году. Здесь остались наборчики. Но, знаете, такое ощущение, будто бы они мало чем отличаются от прошлогодних. Особенно мужские, мне кажется, реально все одно и то же. А вот это действительно вау. Я нашла Белор Дизайн в Магнит Косметик. Раньше не было, по крайней мере, вот несколько месяцев у меня не было в Магнит Косметик. И я в шоке, что Белор Дизайн здесь появился. Причем цены абсолютно нормальные. Я обожаю белорусскую косметику. Это реально очень качественная, хорошая косметика. Блеск для губ – это просто что-то с чем-то. Посмотрите, какой здесь есть оттенок. Я обожаю блестки, и это просто засверкательно, особенно на солнце. Вот подобные помады у меня, кстати, были. Не помню, от Белор Дизайн или нет, но они были неплохие. Они не стойкие, но они приятные для губ. Огромный набор люкс-визаж – это просто что-то с чем-то. Даже есть мои любимые тени матовые. Это же вообще просто фантастика. Они божественные, лучшие тени в моей жизни. И выбор реально очень большой косметики, именно белорусской. Немножко посмотрим лаки для ногтей, потому что я вот подумаю снова уйти от гели-лака, и, может быть, что-то для себя приобрету. И здесь, кстати, очень много умной эмали. Мне нравится этот бренд. Довольно неплохо работает, и по цене очень даже бюджетно. Еще один вау – это адвент календар от Кумихо. Стоит он 2000, можно приобретать. И также нашла еще какую-то новинку. Это наборчик 259 рублей. Всего стоит тоже очень бюджетный. Понятия не имею, что это за бренды. Еще один бренд, который я не знаю. Вот Ликата есть за 1000 рублей, 849 рублей. Есть наборчик Миру Оки. Но там, скорее всего, что-то с Кримчиками, наверное, связано. Вивьен Сабо. Чем нас может порадовать? Давайте посмотрим. Скидок особо не вижу. Есть какие-то отдельные товары по небольшим скидкам. Но есть и новинки. Новинки. Цены вам покажу примерно, чтобы вы понимали, сколько стоят такие новинки. Оформлено-то очень красиво. Что-то связано с красавицей-чудовищем. Мне кажется, ну просто первая ассоциация. Здесь также есть и хайлайтер, и масло для губ. Очень красиво оформлено. Есть палетка теней. Давайте посмотрим по свочим. Вот самый, наверное, красивый оттеночек. Очень прикольно. Еще есть наборы. Наборы просто очень красивые в корзинках. Это так эстетично. Это так прикольно смотрится. Плюс эту корзинку можно же потом еще как-то использовать. Это круто. Я считаю, я люблю такие многофункциональные подарки. Есть еще один вариант за 1099 в таком формате. Но здесь, к сожалению, на самой корзинке не написано, что туда входит. Есть только наценники. И здесь конкретно гель для душа, шампунь, крем для рук, соль для ванны и мочалка. А во втором наборчике гель для душа, шампунь, крем для рук, соль, мочалка. В принципе, одно и то же. Абсолютная новинка для меня. Какой-то бренд L Cosmetics. Назовем его так. Очень бюджетный, но оформлен красиво. Мне прям нравится, как это выглядит. Эстетично очень приятно. Опять-таки, кто уже успел попользоваться данным брендом, дайте знать. Отдайте обратную связь, как он вам. Потому что оформлен реально красиво. Я бы что-нибудь взялась ее попробовать. Но пока мне ничего не надо. Я не любитель, знаете, коллекционировать вещи, которые мне не особо сейчас нужны в моменте. Мне легче вот одно закончить, а потом вернуться за другим. Но это чисто мое. Аравия, кстати, по хорошей цене. Мне очень даже приятен такой ценник. Также есть и хорошие цены и на L'Oreal. Особенно вот их базовая линейка, вот эта по возрастам, она сейчас по 450 рублей. И это неплохо, я вам так скажу. Есть скидка на Seven Days, на их уходовую косметику. Тоже приятно. Но Seven Days я, честно говоря, ни разу не пробовала. Целая тарелка с различными миниатюрами, с масками для лица. Они стоят 69 рублей. Ни разу не пробовала, но выглядит симпатично. А вот здесь вот я кое-что пробовала. У меня была вот такая ночная маска от Seven Days. Неплохая. Не могу сказать, что прям супер. Ну, нормальная такая маска. И, в принципе, здесь средства тоже сейчас по скидке. И довольно бюджетно стоят. Конечно же, средства личной гигиены. Посмотрим. Новиночки. Но пока ничего нет. Хотя вот Fiora вроде бы новенькая, бюджетная какая-то марка. Ну, Kotex, All, весь все понятно. Кстати, по ценам все в порядке. В принципе, не завышено. Котекс здесь уже ежедневки. Вот тоже Тереза. 179 рублей. Довольно бюджетненький бренд появился. Lafresh уже был. Все, мы это видели. Цены. Да, в принципе, как были, таки остались. Я вот еще на цены тоже обращаю внимание, насколько они поднялись. Allwis, Naturella. Ну, в принципе, все как и везде. Из бюджетной еще есть Nice Day. И опять Kotex и немножко Lafresh. Съемка прямиком с монтажа, поэтому здесь такой вот шум прям вот. Ну, вот лайфстайл, как он должен быть. Хотела сказать всем огромное спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Пожелать вам отличного настроения. Пусть у вас все получается, что вы задумали. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok